я извиняюсь сразу за свой голос немножко я простыл сегодня мы снимем фрп блокировку на асусе этот способ должен подойти на zc520tl zc520tl я не помню это какой-то zenfone 4 max что-то такое нет но в общем еще zc554k или прочие модели должны подходить но это видео не только про фрп разблокировку про снятие блокировки аккаунта но еще про разблокировку загрузчика покажу как на асусах можно попробовать снять разблокировать загрузчик и снять через режим fastboot нашу блокировку итак первое что мы делаем я хочу вам показать меню hard reset где можно сделать сброс до заводских настроек плюсы питания зажимаем держим две клавиши долго появится меню из трех строчек recovery fastboot и normal наводим на строчку recovery нажимаем вниз ждем пока включить самой recovery здесь кстати есть кнопку fastboot она нам дальше понадобится ждем пока включить сам recovery это я сейчас покажу путь как словить блокировку а чуть дальше мы с вами вместе посмотрим как ее снять что такое фрп блокировка на android 5.1 и выше вели новую блокировку при откраже при сбросах при прошивках не выйдя из учетной записи сработает фрп блокировка который просит старую учетную записи пароль от нее которая была введена при активации плей маркета сейчас прям секундочку вот эта защита от случайно зажатия клавиш я продолжу сейчас чтобы ее обойти нажимаем питание и коротко нажимаем вверх промазал ну и чё ты какого-то 33-го раза не пойму дайте ему полежать на всех случаях может он все-таки включит ну и вот у нас здесь android 7 поэтому мы получаем блокировку которую при первом окне что он говорит на устройство установлен настройки по умолчанию видите мол старый аккаунт аккаунт не естественно никто не знает я вас сразу предупреждаю если вы делаете за деньги вы должны с человека брать документы подтверждающий факт покупки там чека покупки гарантии на того что такое где будет прописан имейли серийный номер аппарата потому что все действия с краденными найденным ворованным устройством это уголовно наказуемое деяние связываться этим категорически нельзя так я беру обычный чек там и мы или что-то прописано всегда значит андроиде 7.0 он у нас выбираем строчку update factor reset нажимаем питание в следующем меню выбираем строчку где написано есть для этого юзердата я выберу но потому что он уже сброшен вы выбираете строчку есть он у вас вас перебросит в предыдущем меню начнет делать сброс здесь внизу побегут строчки последняя строчка будет дата веб-комплит это будет значить успешное окончание сброса после того как он все сделает вы его либо первую строчку ребут системного перезагружаете либо последнюю повер-офф выключаете я осознательно выключаю потому что я сейчас хочу загнать в режим fastboot а в режиму fastboot а мы должны будем дать ему несколько команд обычно на подобных аппаратах для разблокировки загрузчика а это одно из тем кстати я недавно разблокировал мотору из кому-то интересно даже даже мне понравился этот квест можете посмотреть в поле листе по моему загрузчик или разблокировка загрузки но ссылка всегда обычно есть в описании поэтому не заморачивайтесь либо с главной страниц канала раздел поле листы можно найти поле с мотором и там много интересного а вот эти все лайфхаки как обойти систему от случайных зажатий так далее они у меня в поле листе полезная ссылка также есть в описании там же кстати наверняка и будет про загрузчик значит опять плюсы питания можно по минусу питание сразу фаз будет попасть мне такой путь больше нравится выбираем строчку fastboot и нажимаем вниз здесь должна надпись загореться где-то fastboot вот и оставляем так если не получится мы зайдем в рекавере в рекавере выберем вторую строчку reboot to bootloader и будет подобный режим в котором мы сможем дать команды команда обычно для разблокировки загрузчика там как бы меню небольшое выбирается где можно там допустим один это подтверждение два это отмена я этот способ подглядел на 4pda обязательно необходимо поставить человеку плюс в карману естественно это сделали за то что он выложил для нас эту работу а тот ват файл который он положил для разблокировки он в принципе должен быть для многих асусов универсальным по крайней мере для вот этих двух аппаратов которые перечислил он точно должен подойти так идем на компьютер большую часть мы делать будем там на телефоне оставим только вот такой режим я иногда буду включать камеру если нужно что-то на телефоне подтвердить мы это будем делать блин по новопридумывают моделей это за c520 т.л. я почему-то решил каэль короче это 3 макс вот немножко я тупанул будет способ немножко другой так раздел прошивка мне знаете чем я вам хочу показать делаем взять скатер файл скатер файл прошивка официальная разная вот он скатер файл мы попробуем просто через него а там дальше по ситуации скачиваем его вот он лежит ничего сложнее автору который для вас это выложил вы можете поставить не должны поставить плюс за ту работу которую для вас проделал такая фигня потыкался я короче значит для другой модели это значит для модели каэль я в натуре вас дезинформировал так скатер файл я скачал опять же вернемся к драйверам драйвера у нас на мтк в отдельной папке мтк драйвер автоинсталлер везде далее далее совсем соглашаемся если вдруг драйвер не ставится по ссылке в описании есть мое видео как отключить проверку цифровой подписи драйверов и заново ставить флештул запускаем все должны знать что такое флештул с чем его едят кто давно на канале кто нет рекомендую обратиться к специалистам они вам с удовольствием я думаю помогут вот так вот выглядит ёшкин кот как разъезжаешь вот так выглядит флештул формат мануал формат входишь открываем текстовым редактором наш файл скатер файл ищем поиск по строчке фрп берем один адрес вот такой копируем его в первую строчку не знаю конечно из этого получится вот второй адрес копируем в эту строчку телефон отключаем компьютера зажимаем старт телефон у меня в режиме fastboot знаем если не съемная батарейка там например зажимая минусы питания на 10-15 секунд но он у вас насильно перезагрузить батарейка съемная батареек нужно просто вытернуть воткнуть дождайтесь когда телефон полностью выключится полностью включится и подключаем его к компьютеру вроде вырубился у меня сейчас посмотрим что получится если нет то повторим так подключаем компьютеру красная полоска кстати сейчас ждем зеленую галочку отлично сейчас включу вместе с вами телефон на камеру если вдруг красной полоски нету но звук подключения есть то обязательно отключать проекцию подпись драйверов и драйвера переустанавливать без драйверов ничего происходить не будет но все вместе с вами включаем его на камеру заразу от него у меня долго времени и ну как он я сам у себя собственно и отнял это время потому что нет бы мне посмотреть на саму модель и чё вообще она из себя представляет tl zc 520 и нет бы посмотреть какая модель и можно было ну все за минуту все это решить я же блин полез сначала загрузчик разблокирует туда и так далее в общем короче модель перепутал то инструкция по всей видимости для qualcomm а короче тот способ был для zenfone 4 max zc 554 kl и 4 max zc 520 kl а у меня 520 ну какой-то другой tl tl zc 520 он нас включился далее 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 отлично он не дал пропустить вайфай чего раньше не давал потому что сработал бурок блокировка настроить как новое устройство то есть мы по факту вырезали ему кусок памяти единственное что потратила на это блин ваше время ну и свое время 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 к сожалению невосполнимый ресурс ничего не успеваю ничего с работы вообще балом не знаешь зачем хвататься вместо того чтобы посидеть повнимательнее модель посмотреть я начал свои способы перебирать а для тех кому интересно я действительно не могу глядя на модель точно сказать какой способ подойдет и просто беру и перебираю как с самого с начиная самого используемого а способов там всего кто этим занимается значит там способов всего на штук 10 может отвлекает звонками еще и смысл сбивается очень способов там на штук 10 вот их по очереди обычно выбираешь проверка сети но это у меня найти чем мой косяк на блок вайфай подключиться наши сейчас он умеет интернет сим-карты начал брать работу я как вы помните в подвальном помещении практически и связь здесь вообще никакущая но поэтому только тупо ждать дождемся окончания если нет то знаете как можно отмотать назад кстати давайте так и сделаем и подключимся к гребаному вай-фаю подключился я к вай-фаю возвращаясь назад сейчас компьютер будет немножко шуршать потому что я вам ролик склеиваю во все сразу видите он подхватил моя моя же собственно мой же собственный косяк все можно можно вводить тут уже я думаю что вы без меня разберетесь все самое интересное по технике asus или isus как правильно с из наверное в по листе иисус можно попасть по лист из главной страницы канала все самые интересные полезные ролики я складываю в один по лист он называется у меня по лист полезный ссылка всегда есть в описании вот еще если что-то интересуетесь как-то этой темой вот с разблокировка есть целый по лист на канале разблокировка фрп google по он называется там вот ролики все которые по этой тематике вступайте в нашу группу вконтакте ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал субтитры Продолжение следует...